Всем привет друзья, с вами Realize, вы постоянно просите меня снимать больше роликов по игре American Dead, я бы с удовольствием это сделал, но снимать нечего, то есть нету в игре контента, мои идеи тоже уже закончились, потому что я наверное отснял все что только можно по этой игре, из последнего нам добавили путь сердца события, которые я не стал проходить, по причине того, что мои бойцы не максимального уровня, оперативный центр у меня пока что девятый, и то есть отдав кучу времени этой игре, впоследствии мне придется все равно эти предметы поменять, поэтому я решил лично для себя данное событие пропускать, также мы с вами обсудили войны семьи лэнда, поэтому нам остается ждать ближайшее обновление, это генералы, то есть нам добавят генералов, там уже можно будет каждый день снимать ролики, потому что тема обширная и очень интересная ну а сегодня у нас как обычно будет утро понедельника, поговорим мы про магазин утренней мимозы, и сделаем это на примере девятого оперативного центра, начинаем с легендарного артефакта, который называется гомеопатия он уникальный, значит два с подобным бонусом вместе работать не будут, нужно это запомнить раз и навсегда, что если вы возьмете еще артефакт, у которого будет бонус называться гомеопатия, то сработает только тот, условия которого первые выполнятся срабатывает он периодически, то есть может сработать несколько раз за бой, снижает восполнение здоровья всех врагов на 45-55%, также не забывайте обращать внимание на требования вашего артефакта, потому что это не предметы, и если вы перепрыгнете 75 уровень, то есть будете 76 хотя бы, то данный артефакт уже работать не будет, ну и соответственно нише 60 уровня, его на себя надеть нельзя что же касаемо самого артефакта, я вам не советую использовать на арене, потому что не у каждого противника есть инженеры на восстановление здоровья, соответственно данный артефакт будет работать не в каждом бою, не с каждым противником, при этом он будет завышать вам мощность, но ваша мощность не будет соответствовать действительности старайтесь подбирать такие артефакты, которые будут срабатывать в каждом бою, абсолютно с каждым противником, и данный артефакт нам точно не подходит Основным артефактом на 9 оперативном центре на этой неделе является диплом инженера, он у нас не уникальный, значит можно взять хоть 6 таких, они все вместе будут работать. Срабатывает он периодически при воскрешении врага. Бонус, снижает урон бойца на 90%, ускоряет перезарядку навыка на 80%, действует 5 секунд. Сам бонус у нас отличный, такой артефакт надевается только на инженеров, такому инженеру, которому вы хотите ускорить перезарядку, чтобы он быстрее воскресил, либо восстановил здоровье, либо чаще наносил урон по области. Но конкретно в этом случае я вам не советую его приобретать, потому что срабатывает он периодически при воскрешении врага. То есть вы опять зависите от того, есть ли воскрешение у вашего противника. Конечно у многих есть воскрешение, наверное процентов у 80, но все равно не у каждого противника есть на воскрешение инженера. Лично в моем составе таких инженеров нету, поэтому если у противника будет вот такой артефакт, то со мной он работать у него не будет. То есть мы опять возвращаемся к тому вопросу, что ваш артефакт должен срабатывать постоянно. И вот это срабатывание вы не сможете контролировать на 100%, поэтому лучше воздержаться от этой покупки. Остались у нас только эпические артефакты, сразу хочу сказать, начиная с 70 арены, все артефакты должны быть только легендарные, потому что они сильнее чем эпические в 1.5-2 раза. Но в любом случае я делаю обзор таких артефактов, в том случае если вы встретите легендарный, вы будете понимать стоит его брать, либо нет. Первый артефакт у нас гомеопатия, про него мы уже с вами разговаривали, то есть не важно какое у него условие срабатывания, сам бонус мне не очень нравится, потому что он работает не со всеми противниками, поэтому такой артефакт мы точно пропускаем. Последний артефакт на этой неделе называется задняя дверь, телепортируется за спину к врагам, на 4 секунды срабатывает периодически. Он не уникальный, значит можно несколько таких артефактов взять. На самом деле, если вы встретите такой же, но легендарный, это самый идеальный артефакт, и его следует надевать на класс разбойник. Кто такие разбойники, можете посмотреть, у меня на канале есть видео, как собрать такой класс. Отличие эпического артефакта от легендарного заключается вот в этом времени, то есть на эпическом оно 4 секунды, на легендарном 6. То есть некоторые игроки покупают себе вот прям такой вот вариант артефакта и ходят с 4 секундами и говорят, что их это устраивает. Лично я против этого, то есть меня устраивает только легендарный артефакт, потому что 4 секунды недостаточно, чтобы вырезать нормального противника. То есть если вы встретились с равным приблизительно противником по мощности, вряд ли за 4 секунды вы сможете навести какой-то шорох за спинами у противников. Чем дольше вы там находитесь, тем больше вы внесете урона, тем больше будет толк от вашего разбойника. Соответственно, данный артефакт для этого не подходит, поэтому я вам советую использовать только легендарный. Закончились у нас артефакты, и теперь мы переходим к предметам. Здесь у нас сегодня два пулемета, причем с одним и тем же названием. Начинаем с легендарного. Пулемет у нас, конечно же, для класса стрелка. Здесь не очень большой урон, потому что имеются два стата. Один на крит, другой на уклонение. Крит, конечно, допустимый стат для стрелка, но уклонение мне не очень нравится. Лучше бы его не было, таким образом было бы больше крита, либо бы больше урона. Теперь давайте прочитаем бонус. При атаке есть шанс нанести врагу определенное количество урона от оружия в течение 3 секунд. Это у нас базовый бонус, который есть на всех пулеметах. Теперь прочитаем основной бонус. Каждый удар увеличивает урон на 16%. При оглушении или смерти цель урон возвращается к начальному значению. Не советую приобретать такое оружие, потому что в любом случае у противника будут какие-то оглушения. Поскольку на данный момент игра American Dead базируется полностью на Hustle Castle, то раньше там точно такие же были бонусы, но впоследствии разработчики убрали слово при оглушении. И бонус получился следующий. Каждый удар увеличивает урон на 16%, и при смерти урон возвращается к начальному значению. Вот в таком случае это очень классное оружие. Но поскольку присутствует слово оглушение, а вас в любом случае будет оглушать противник, то я вам не советую приобретать этот пулемет. Ну и как следствие, следующий пулемет такой же, только эпический. И разговаривать про него нет смысла, потому что бонусы у них абсолютно одинаковые. Уже третью или четвертую неделю подряд утренние мимозы на 9 оперативном центре. Конкретно магазин просто ужасный. Даже рассказывать здесь, друзья, нечего. Возможно, на этой неделе еще приедет торговец. Но эта информация, друзья, не подтвержденная. Так просто надеются игроки. Разработчик мне на этот вопрос не отвечает. Поэтому я точно не знаю. Если приедет торговец, мы сделаем на него обзор. Если нет, то увидимся с вами теперь только в следующий понедельник. Потому что контента пока что здесь нет никакого. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Увидимся с вами в следующих. Всем, друзья, удачи. Всем пока.